Уважаемые друзья, добрый день! Мы рады приветствовать вас! И сегодня мы встречаемся в прекрасном здании в Центре, в Национальном эндокринологическом центре. И наша встреча сегодня с нашим большим другом, не побоюсь этого слова, экспертом проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатериной Анатольевной Трошиной, директором Института клинической эндокринологии, членом, корреспондентом Российской Академии наук, профессором, врачом высшей квалификационной категории. Екатерина Анатольевна, добрый день! Спасибо большое, что нашли время для нас и возможность встретиться с нашими зрителями в прямом эфире. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно. Мы с вами встречаемся в очень такой знаменательный период времени, потому что мы знаем о том, что совсем недавно, несколько дней назад, мы праздновали День больных с сахарным диабетом. Ну, я бы так сказала, наверное, Всемирный день борьбы с диабетом, да? То есть если он так называется, но везде названия разнятся. Смысл его в одном, что люди борются с диабетом и пытаются его предотвратить. И, конечно, люди, это в первую очередь врачи. И спасибо вам за это большое. Да, я с вами соглашусь. Действительно, можно называть по-разному. Но главный посыл, да, вот этого действия, то, что этот день направлен на пациента и для пациента. Поэтому главное действующее лицо, это, конечно, пациент с сахарным диабетом. И история вот этого дня, она кроется уже в прошлом веке, да, 1921 год. Открытие инсулина стало вот той отправной точкой, которая послужила тому, что мы этот день отмечаем именно в ноябре, 14 ноября. А, то есть это приурочено... Приурочено к открытию инсулина. И уже больше 100 лет прошло с того момента. И посмотрите, за эти 100 лет сколько спасенных жизней, сколько невероятно измененных судеб вот этого огромного количества людей, страдающих с сахарным диабетом, о котором мы сегодня будем много говорить, произошло. То есть это знаковое революционное открытие науки, медицины, которое говорит о том, что с многими хроническими заболеваниями, которые раньше представляли абсолютную угрозу для жизни человека. Диабет был смертельным заболеванием, да, но с этим можно и нужно бороться. Наука не стоит на месте, и красноречивое доказательство этому открытию инсулина, и дальше триумфальное, по сути, его шествие по планете и спасение жизни людей. Екатерина Анатольевна, спасибо за подобную вводную, потому что, конечно, этот знаменательный день мы отмечали 14 ноября, но, тем не менее, работа центра направлена на это, в том числе на это, естественно, всегда, да, то есть и, соответственно, мероприятия, когда мы встречаемся с врачами, докторами и даем рекомендации тоже у нас проходит в течение года, но, да, то есть вот мы решили все-таки не растягивать это на целый год, не откладывать, да, то есть, а если у нас было то, что принято называться информационный повод, то встретиться с вами буквально через несколько дней, да, после 14 ноября. И знаете, мы традиционно, так как у нас портал здоровье-питание.рф имеет огромные охваты, и мы имеем возможность, да, собирать вопросы из наших социальных сетей и те, которые приходят к нам на портал. Мы традиционно, как я уже сказала, собрали ключевые вопросы, которые нам задают наши пользователи, и, с вашего позволения, я их просто начну зачитывать, а там уже по походу мы, соответственно, с вами будем чем-то это добавлять или разбавлять. Итак, расскажите, пожалуйста, какая на сегодняшний день ситуация с диабетом в нашей стране, растет ли число заболевших или, наоборот, снижается? Ну, вы знаете, во всем мире, во всем мире количество людей, которые заболевают сахарным диабетом, растет. Распространенность сахарного диабета, она большая на нашей планете. Что касается нашей страны, то по данным Росстата, а это официальные данные, людей с зарегистрированным диагнозом сахарный диабет около 5 миллионов. Но я подчеркнула слово «зарегистрированный диагноз», потому что те люди, которые имеют эту болезнь, но не знают пока, что она у них есть, еще около 5 миллионов наберется. Плюс существует такое промежуточное состояние, которое называется предиабет, когда человек на грани начала сахарного диабета. И вот с диагнозом, скрытым диагнозом, пока еще не выявленным, предиабет в нашей стране около 30 миллионов людей проживает. И данные эпидемиологических исследований, которые проводились эндокринологическим научным центром за последние годы, данные очень крупного исследования Nation, которое было как раз посвящено выявлению вот этого вот скрытого диабета, либо предиабетических состояний, красноречиво показали вот эту вот огромную распространенность проблемы. Когда мы говорим про заболевание какое-то, мы всегда оперируем двумя понятиями – заболеваемость и распространенность. И эти понятия разные. распространенность – это сколько всего людей с какой-то болезнью проживает в том или ином регионе, стране и так далее, и так далее. А вот заболеваемость – это сколько вновь диагностированных случаев за год обнаруживается. И на сегодняшний день существуют такие тенденции в мире, что распространенность, да, она большая. А вот заболеваемость в ряде стран начинает снижаться. Казалось бы, почему? Казалось бы, почему? Потому что сахарный диабет – это ведь такое заболевание, оно очень гетерогенное. И когда мы говорим про сахарный диабет, мы знаем, что есть сахарный диабет первого типа, второго типа, другие формы диабета. У меня, кстати, я даже хотела, да, то есть вот пока вы как раз начали говорить, уточнить. Смотрите, с одной стороны, инсулин шествует по планете более 100 лет, с другой стороны, количество заболеваний диабетом растет. С чем связано? Это совершенно правильно, потому что около 80-85% всего сахарного диабета приходится на долю сахарного диабета второго типа. Сахарный диабет второго типа напрямую ассоциирован с массой тела и с ожирением. И здесь мы как раз подходим к теме ожирения, против которого, собственно, мы выступаем и боремся. Поэтому ожирение, к сожалению, стало эпидемией нашего столетия. И вот количество людей с ожирением растет неуклонно. Поэтому растет и количество пациентов с сахарным диабетом второго типа. Но почему, как я уже сказала, в последние годы отмечается в ряде стран некая такая плата, да, и вроде бы диабет в плане увеличения заболеваемости приостановился, потому что вводятся активно программы по модификации образа жизни, популяризация здорового образа жизни, расширение физической активности, прививаются привычки здорового питания. Причем это все на государственном уровне, в государственных масштабах. И это находит свое отражение в снижении количества людей с избыточной массой тела и ожирения. И как следствие, люди не заболевают сахарным диабетом второго типа. Здесь, если тоже вот чуть-чуть уйти вглубь истории, очень интересно вспомнить так называемый кубинский эксперимент. Это вот понятие, которое было в прессе несколько лет назад. Напомните, пожалуйста. Это очень интересно. Я думаю, как-то вот это прошло мимо меня. На Кубе, когда все было неплохо в определенный период жизни этой страны, было достаточно много людей с ожирением. То есть как только они перешли на карточки, полное ограничение. Дальше карточки, полное ограничение, отказ от автотранспорта. Люди пересели на велосипеды либо стали ходить пешком. Ожирение стало уменьшаться, как заболевание. Сахарный диабет тоже. И это, по сути, такая вот модель на уровне целой страны. То есть технологии и достаток несут вред. Да. Технологии и достаток, за них нужно расплачиваться. И человечество расплачивается за них вот этими вот болезнями цивилизации. Ожирением и сахарным диабетом второго типа. Потому что мы стали, да, за комфорт надо платить. И мы платим своим здоровьем. Да. Мы сегодня можем ехать на машине, а не идти пешком. И мы это делаем. Мы, да, не добываем себе пищу в борьбе, да, с конкурентами, а спокойно имеем все, что имеем. Мы... У нас даже, я не знаю, даже пылесосы по квартире бегают сами, а не мы с ними. Понимаете? Поэтому вот эта вот измененная... Измененная физическая активность... Форма жизни. Употребление рафинированных продуктов, да, которые... Полуфабрикатов. Все меньше и меньше семей на сегодняшний день отвечают на вопрос, а готовите ли вы дома так, как готовили там ваши родители, бабушки и дедушки, да? А какой у вас обычно обед? А полноценный ли это? Из чего он состоит? И, в общем-то, это полуфабрикаты в основном, да, то есть люди питаются по-другому. Это проще, доступнее, быстрее, да? Люди перестали нормально спать, потому что вопросы допривации сна, они тоже завязаны с ожирением в итоге, и среди людей, у которых нарушен ночной сон, достоверно больше развивается и чаще ожирение. А молодежь ночами сидит за компьютерами, да, ложатся спать, гораздо позднее, чем это нужно. Нарушена вот эта вот циркодианность гормонов, а гормоны вырабатываются в зависимости от определенных ритмов, да? Конечно. Сбой биоритмов, которые происходят из-за нарушения сна, да, он тут же отражается на организме тем, что организм испытывает стресс. Самая первая защита от стресса какая? Организму надо самосохраниться. Чтобы самосохраниться, он начинает накапливать энергию, накапливать, не расходовать, а накапливать. Поэтому человек начинает есть, это биологически запрограммированная такая вот ситуация, что если это стресс, да, надо есть, потому что я должен сохраниться, я должен отложить запасы, да, которые пригодятся мне в трудные времена. То есть все мы биологические существа, да, и никто, меняя образ жизни, не может изменить те глубинные механизмы природы, которые заложены. Поэтому хотите, да, чтобы вы были стройны спать, ложитесь вовремя. Получается, что мы за блага цивилизации и за свой комфортный образ жизни, да, то есть можем, я даже не хочу сказать слово, расплатиться или противопоставить, но по сути дела, то есть мы, человек мы, да, то есть это должно быть бесконечное осознание того, как он живет, и самоконтроль. Конечно, конечно. Вообще осознанность в собственной жизни, это очень важный компонент. Это самый сложный компонент. Это самый сложный компонент. Человек заставляет бесконечно думать о, а хочется большинству, устав после работы, просто расслабиться. А вы знаете, чтобы это было несложно, нужно закладывать привычки, нужно закладывать здоровые привычки с детства. Да, потому что когда в семье ребенок, например, любит чипсы, любит, я не знаю, какие-нибудь бутерброды, намазанные маслом и так далее. Но он не сам по себе любит, ему это родитель предложил. Он это любит, потому что ему это купили. Он не может это сам купить. Конечно. И его этим кормят. И он начинает это есть, он к этому привыкает. И когда он становится взрослый, ему крайне сложно от этого отказаться. Поэтому здоровые привычки надо формировать, и тогда не надо будет думать, вот съесть мне это или то. Просто вот это вкусно-невкусно, оно формируется и закладывается в детстве. Условно говоря, если мы с вами поедем в какую-нибудь экзотическую страну, и вам предложат на обед жареных кузнечиков, вы будете их есть? Вы их, может быть, попробуете, но вы не будете получать удовольствия никакого. А кто-то, кто привык к этому с детства, будет есть их с удовольствием. То же самое в отношении продуктов, содержащих высокий уровень сахара, то же самое в отношении продуктов, содержащих большое количество жира и так далее. Но у этого есть хороший выход. Я хотела бы это перевести на такую позитивную немножко ноту, и, собственно, спросить, так ли это у вас, как у специалиста. Наши привычки, как я знаю, как я слышала, формируются в течение 21 дня. Правда ли это? И можно ли дать человеку надежду, что даже если, соответственно, у него сформировано все неправильно, то, приложив усилия воли и с помощью специалистов, а, например, у вас в институте есть специализированные отделения, где люди госпитализируются по ОМС, как я знаю, где, соответственно, их пищевое поведение корректируют, и за счет этого изменяют их самочувствие. Вот если можно, расскажите немножко, а, про 21 день, б, про стационар, про привычки, как это скорректировать? Вы знаете, вы совершенно правы. И не случайно раньше в советских санаториях 21 день, это же не просто так, да? 21 день, это тот период времени, не менее которого, не менее которого нужно для того, чтобы человек начал формировать что-то новое в своей жизни, в том числе и в питании. Поэтому это действительно оправданный период времени, когда надо начинать закладывать какую-то перезагрузку в отношении себя. Нужно это делать под контролем специалистов, безусловно. И в ряде случаев одного эндокринолога или одного диетолога здесь будет недостаточно, потому что в отношении пациента и с ожирением, и с сахарным диабетом нужна работа такой полипрофессиональной команды специалистов, куда обязательно должны входить и психологи. Обязательно. Потому что вот эта вот модификация пищевого поведения, осознание себя нового, настрой человека, аргументировать, мотивировать. Нужно мотивировать, иногда нужно помочь медикаментозно изменить и начать. Очень важно, чтобы на протяжении вот этого самого первого периода, когда человек встречается со специалистами, он успел почувствовать хоть маленький, но результат. Потому что мотивация всегда степ-бай-степ. Человек, когда он видит, что хоть что-то произошло, пусть это минус 1-2 килограмма, но это ободряет и заставляет двигаться дальше. Безусловно, привычки можно и нужно менять. Это не стагнация какая-то, это абсолютно управляемая вещь. И мы знаем наших пациентов и наблюдаем, как люди, которые питались определенным образом, спустя определенное время уже не употребляют некоторые продукты вообще, им уже невкусно. Они уже перестроились. А потом ожирение и избыточная масса тела – это такая уникальная модель биологическая, когда человек сначала много ест, потому что он так привык, потому что так его кормили, ему вкусно, он заедает там либо стрессы, либо радости и так далее. Он ест, 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 и забирает массу тела. А потом он начинает безудержно есть, потому что он уже имеет избыточную массу тела. На каком-то этапе жировая ткань начинает заставлять человека есть, потому что ломаются сигналы ограничительные на уровне головного мозга, на уровне структур, которые управляют пищевым поведением. И вот если это происходит, то тогда очень сложно все повернуть вспять. Все равно можно, но гораздо сложнее, чем на самых нормальных, вот этих, на самых первых этапах. Вот у нас наши пациенты, которые госпитализируются к нам в стационарные отделения, это люди как раз такие, которые уже имеют давно существующее ожирение, как правило, ассоциированные с сахарным диабетом второго типа, другими патологиями. И они нуждаются именно в лечении, да, стационарном. Поэтому они могут госпитализироваться в рамках обязательного медицинского страхования. Это очень важно, да. Это со всей России. Безусловно. Это со всей России, со всех уголков нашей страны. Ожирение – это эндокринное заболевание. Оно в классификации, да, международной классификации болезней кодируется кодом Е. Ожирение – это эндокринная патология. И жировая ткань, которая накапливается в организме, она обладает эффектом, по сути, железы, которая вырабатывает очень много разных биологически активных веществ. и, наоборот, поглощает их. То есть это жир, это живая ткань. Это живая ткань. Со своими правилами, которые она диктует организму. Да, да, совершенно верно. И поэтому из-за вот этой дисфункции жировой ткани и развивается инсулинорезистентность, липотоксичность и прочее, и прочее. И человек получает тот самый метаболический синдром, о котором так много говорят, когда есть нарушение липидного обмена, когда есть артериальная гипертензия, есть сахарный диабет, есть неалкогольная жировая болезнь печени. И далее по списку. Ожирение становится существенным фактором риска онкологических заболеваний, проблем с суставами, вызывает проблемы с репродуктивным здоровьем. И вот эти пациенты нуждаются в активном лечении. И они нуждаются в госпитализации, потому что в ходе этой госпитализации им будет подобрана терапия, им будут подобраны те лекарственные препараты, которые они будут получать непосредственно для лечения ожирения, и та терапия, которая будет нацелена на коррекцию ассоциированных с ожирением осложнений. Вот это вот очень важно, потому что, да, то есть многие считают, это, конечно, миф. И мы говорим об этом, да, открыто, что, соответственно, люди с ожирением, это, ну, то есть это, грубо говоря, перейди на, сядь на диету, да, и, соответственно, все свои, твои проблемы будут решены. Но я знаю, и мы об этом много рассказываем, что, соответственно, врачи выступают, ну, не то чтобы против слова диета, да, то есть врачи говорят про то, что на диете невозможно жить долгое время, это большие ограничения, это, собственно, в организм перестают поступать все необходимые вещества, и поэтому как вспомогательный формат, который поддерживает, да, в плане поддерживает и от переедания, но не как просто форма жизни. А вы сейчас добавляете к этому, что, соответственно, еще необходимы целый комплекс мероприятий вокруг, помимо просто ограничения калорийности? Конечно. Понимаете, ограничения, модификация питания, модификация физической активности было, есть и будет, ну, такими основными моментами, которые всегда мы рекомендуем, и привычки должны выработаться и закрепиться, безусловно. Но задача снижения массы тела, главное сейчас, это не только похудеть, это еще и нормализовать метаболическое здоровье. И вот с этой точки зрения, чем раньше к рекомендациям по питанию, по физической активности, мы подключим лекарственные препараты, кому-то бариатрическую хирургию предложим, есть и такие пациенты, которым это показано, кому-то психологическую помощь, кому-то весь пул программ реабилитации, лечебной физкультуры. Да, ведь двигаться тоже можно по-разному, надо двигаться под контролем специалистов, это здесь тоже очень важно. То есть это вот такой вот комплекс мер, которые применяются к пациенту с ожирением. И я не зря сказала о полипрофессиональной команде специалистов, потому что один врач не поможет, надо приходить в те центры, в те клиники, которые аккумулируют компетенции врачей многих специальностей. На базе Национального центра эндокринологии сейчас создан такой межинститутский центр ожирения метаболических расстройств. И он ориентирован на людей с начальными формами ожирения, на людей, у которых это ожирение стало семейной проблемой. В этот центр можно прийти целой семьей, получить и обследование в формате такого чекап, и рекомендации, и, что самое главное, наблюдаться потом. Вот это длительное наблюдение, возможность обращения пациента ко врачу на протяжении нескольких лет, потому что невозможно похудеть раз и всё. Эта масса тела набиралась долго, она будет, в общем-то, достаточно долго и снижаться. Единственное, Анатольевна, но ведь ещё зачастую люди, даже когда похудели, они могут это сделать разными способами. Могут быть на жёсткой диете или в абсолютной осознанности, изменив свою форму жизни. Потом ведь самая большая проблема... Удержать этот вес. Конечно. Потому что это самое сложное. Конечно. И, соответственно, научить человека, как этот вес удержать, и как он, в принципе, должен дальше жить, это тоже большой вопрос. И у человека должна быть возможность проконсультироваться, то есть правильно ли он делает получить консультацию того же психотерапевта, который его поддержит, когда человек уже от вас выписался. Я так понимаю, что у вас нахождение по ОМС в вашем стационарном отделении это 10 дней. Да, да, около этого, да. И есть ли у человека дальше возможность использовать, например, ту же телемедицину, чтобы можно было связаться с врачом, и продолжить свое лечение, но уже вне стационары? Безусловно. Человек нуждается не просто в сопровождении, он нуждается в активном сопровождении врача, человек с ожирением, да. Надо не забывать, что ожирение это хроническое заболевание, и даже если человек похудел очень хорошо, то риск возврата всегда существует. Поэтому на связи с врачом нужно быть. Телемедицинские технологии это прекрасная опция, которая в нашу жизнь вошла, используется, и мы очень активно пользуемся вот этой возможностью с нашими пациентами, не только общаемся с точки зрения консультации. Через посредством телемедицины можно проводить обучение пациентов, в том числе групповое обучение, школы для пациентов с ожирением, а такие школы существуют на базе нашего учреждения уже 30 лет. Сегодня не только в очном формате происходят, они происходят и в дистанционном формате, и всегда дают возможность людям, ну вот на каких-то этапах важных в течение своей жизни обратиться и получить важную информацию. Потому что женщина, которая страдала с ожирением, она может захотеть стать матерью. Конечно. И тут появляются совершенно другие вопросы, которые будут ее волновать, а мы должны на них ответить. Мужчина, который страдал ожирением, станет отцом. И для того, чтобы это произошло, здесь тоже нужна помощь врача, потому что там тоже есть своя специфика. Человек в течение жизни становится более старше, старше, стареет. И на этапе вот этих процессов возникают в организме изменения, которые тоже должны обсуждаться с точки зрения вот этой физиологической составляющей. Очень важно для пожилых людей, например, не просто снижать массу тела, но сохранить мышечную ткань. Потому что вопрос саркопении, потери мышечной массы, потери костной массы, это тоже огромные проблемы. И нельзя худеть бездумно, нельзя худеть бесконтрольно, бесконтрольно со стороны врача, иначе можно просто себе навредить. Я очень не люблю слова жесткая диета. Жесткая диета, да, это не метод вообще. Но это невозможно на ней жить. На ней невозможно и не нужно жить. Жить, как я уже сказала, можно, введя в свою жизнь вот это осознанное питание, перестроив привычки. Да, диета – это что-то короткое, да. А нам нужно, чтобы человек так перестроил свое питание, чтобы оно стало для него комфортным, постоянным, и он не испытывал при этом ощущений, что он на какой-то диете. Но вот наша задача – так перестроить его организм, чтобы для него эта жизнь стала комфортной. Это тоже очень важно. Иначе человек просто сорвется и вновь уйдет вот в ту пучину метаболических проблем, в которой он находился. Да. Екатерина Анатольевна, ну, мы с вами, да, то есть начали с диабета, и встречаемся мы с вами, соответственно, по этому поводу, а, собственно, плавно перешли, я бы сказала, моментально, к вопросу ожирения, потому что ожирение – это провокатор диабета. Но если, да, то есть вот вернуться к диабету, скажите, пожалуйста, чем отличается диабет первого типа от диабета второго типа? И основные причины заболевания мы с вами уже упомянули, да, то есть, соответственно, вот отличие этих двух видов. Ну, вот то, о чём мы с вами сейчас так долго говорили, это относится к диабету второго типа, который напрямую связан с ожирением. И при сахарном диабете второго типа собственный инсулин существует. Более того, его бывает даже много, даже избыток этого инсулина может быть в организме. И есть такой термин гиперинсулиномия. Он означает, что инсулина в крови человека много. И, казалось бы, какой тут диабет, да, много инсулина, всё замечательно. Но проблема в том, что этот инсулин не работает, да, так, как нужно. Он не влияет на глюкозу так, как нужно, из-за проблем с рецепторами, которые возникают из-за проблем с избыточной массой тела. Либо при сахарном диабете второго типа существует вот нечувствительность к инсулину, и развивается инсулинорезистентность. Организм нечувствителен к инсулину. Либо инсулина вырабатывается чуть меньше, чем нужно в принципе. Это сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет первого типа это совсем другое заболевание. Это заболевание, при котором собственной секреции инсулина нет. Вот всё. Поджелудочная железа, её бета-клетки перестают вырабатывать инсулин. Чаще всего это происходит из-за того, что они атакуются антителами. И сахарный диабет первого типа это аутоиммунное заболевание. Здесь уже нет связи с массой тела, на самом деле. Здесь совсем другой патогенез, причина развития. Сахарным диабетом первого типа болеют в основном молодые, заболевают в детстве, в молодом возрасте. И эти пациенты находятся только на инсулинотерапии. Сахарный диабет второго типа это заболевание людей более старших возрастных групп. Как правило, заболевание приходит тогда, когда человек начинает прибавлять массу тела. Это принципиальная разница. Заболевание уходит, если человек нормализует массу тела и образ жизни. Вот это относится к понятию предиабет. Предиабет это та ситуация, когда можно не заболеть диабетом, если ты похудеешь. Если ты уже заболел сахарным диабетом, диабет не уйдет, но он может войти в состояние длительной ремиссии, если человек снизит массу тела. Это будет ремиссия, это будет снижение сахароснижающих препаратов, может быть, только на диетотерапии этот человек будет находиться. То есть, вот ремиссия возможна. И мы это видим. Помимо сахарного диабета первого и второго типа, есть и другие формы диабета. И сегодня все больше и больше мы понимаем, что диабет это понятие собирательное. Оно охватывает очень много разных заболеваний с совершенно разными причинами развития. Есть так называемые моногенные формы сахарного диабета. Это совсем другая история. Это когда есть поломка в одном гене, который отвечает за что-то определенное. И эта поломка приводит к сахарному диабету и не первого, и не второго типа, а другого. Есть медленно прогрессирующие формы аутоиммунного диабета у взрослых и так далее. То есть на сегодняшний день мы знаем много форм диабета, в том числе симптоматический сахарный диабет, который развивается при других эндокринных заболеваниях и совершенно по другим причинам. Например, болезнь цинкокушинга, синдром гиперкортицизма будет ассоциирован с нарушениями углеводного обмена, и у человека разовьется стероидный сахарный диабет. То есть очень много разных причин. Классификации. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то общие правила по питанию для людей с заболеванием диабета? Конечно, существуют. Но опять, если мы разделим сахарный диабет на две когорты, первый тип и второй тип, то в отношении сахарного диабета первого типа можно сказать, что человек по сути может есть все, если он обучен. Он будет подкалывать себе инсулин, либо система снабжения инсулином в виде инсулиновой помпы будет так реагировать на изменение глюкозы крови, что на любую еду будет выдаваться определенная доза инсулина. И человек с сахарным диабетом первого типа не будет отличаться от кого-то другого. Но кто-то другой тоже должен питаться рационально и сбалансированно. Поэтому сбалансированное питание для пациента с сахарным диабетом первого типа как для любого другого здорового человека совершенно подойдет. А дальше подбор инсулина на определенные продукты питания. Что касается сахарного диабета второго типа, то поскольку мы сказали, что он ассоциирован с ожирением, здесь в рационе нужно отказываться от быстро усваиваемых углеводов, нужно ограничивать жиры и растительные животные и по сути питаться по аналогии с так называемой средиземноморской диетой, когда много овощей свежих, когда много углеводов так называемых длинных. А что это значит? Давайте поясним. Это не белый сахар, рафинад, например, а это каша из, овсяная каша из цельных зерен, непереработанных. Это продукты, которые содержат много клетчатки. Это, ну, овощи, конечно, и лучше, чтобы это были овощи свежие либо приготовленные на пару без большого какого-то добавления масла, жиров, или без такой вот термической обработки, которая вообще убивает все. Совершенно верно. Это не две сосиски в тарелке, а, допустим, кусок постной телятины. Это не бутерброд с копченой колбасой, а это кусочек огурца, на который положен ломтик семги. Это не селедка за один раз, а это понятие того, что ты должен в течение суток, ну, суммарно не больше пяти грамм соли съесть. Это заправка для салата не в виде майонеза, а в виде лимонного сока. То есть вот... Или йогурт, или... Ну, то есть все облегченные полезные варианты. полезные варианты, да. И, по сути, пациенту с сахарным диабетом второго типа, если представить его тарелку, половина этой тарелки должна быть занята овощами. Да? Ну, у нас рекламная компания выходила, один жирок, один белок, четыре углевода. Собственно, эти четыре углевода, это и есть пол тарелки овощей, и дальше... Конечно. То есть это вторая тарелка, разделенная между белком и между... Да, 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 безусловно. Спросоотношения. Конечно. То есть вот к этому надо себя приучить, да? Но ведь человеку, я еще раз повторю, гораздо проще кинуть и сварить там эти сосиски сарныльки, чем, да, сделать что-то. Но надо себя... Да, здесь на весы положено собственное здоровье. Ну, это требует неких усилий, осознанности и действия. Да. Не просто понимание, что вот так правильно, а ем я по-другому. Это абсолютно относится и к тому, чтобы поднять себя с дивана. Понимаете, когда наши пациенты говорят о том, что вот вы советуете двигаться, вы советуете, да, каждый день не менее 40 минут активно двигаться, у меня нет времени. я работаю, я все, да, когда начинаешь разбирать день, 40 минут в день на то, чтобы просто ходить. Есть понимание, но нет действия. Но мы с вами возвращаемся к тому самому 21 дню, когда формируются привычки. Надо себя пересилить, надо понимать, что вот первый месяц будет сложно. Будет сложно, но если ты вот поставил перед собой цель, тебе надо переступить, перепрыгнуть через этот период сложности. Потому что потом тебе будет уже не хватать физической активности. А физическая активность, она ведь тоже ассоциирована с тем, что в мышцах начинают вырабатываться гормоны. Гормоны удовольствия. Совершенно верно. И от физической нагрузки человек начнет получать удовольствие. Это тут же закрепится у него, да, на ментальном уровне, ему уже самому будет не хватать этой физической активности. Просто нужно начать. Это очень важно. Хорошо. Следующий вопрос. Многих интересует, как есть вдоволь и при этом не прибавлять в весе. Некоторые производители на этом спекулируют, предлагая волшебные таблетки, снижающие аппетит, разгоняющие метаболизм и так далее. Что вы, как эндокринолог, можете посоветовать таким людям, падким на маркетинговые уловки? Я советую людям всегда начинать с того, чтобы обратиться к специалисту. То есть, если есть проблема... А вообще есть волшебные таблетки? Если есть проблема, если есть ожирение, например, как заболевание, то мы можем обсудить с пациентом использование определенных фармакологических средств, таблеток в том числе. Конечно, они есть. Они есть для лечения ожирения. И в нашей стране препараты для лечения ожирения зарегистрированы. Помимо зарегистрированных препаратов для лечения ожирения существует масса биологически активных добавок. Вот то, о чем вы говорите. Которые очень активно, а иногда и агрессивно навязываются людям. Но прежде чем положить себе что-то в рот, лучше все-таки сначала прийти к врачу. Конечно. Это вообще самолечение, чем бы то ни было, это путь в никуда. Это путь к проблемам, а не к их решению. Поэтому надо понимать и понимать это. Надо это понимать. И, понимаете, мы же, когда приходим в магазин и покупаем что-то, мы все-таки смотрим на состав, на внешний вид. Конечно, мы смотрим этикетку. Да. И даже если нам 20 раз расскажут, что, да, вот этот продукт суперхорош, но если мы увидим, что он там просрочен, ну, вряд ли мы будем его... То же самое и здесь. Да. Какие-то биологически активные добавки с надобья и так далее. Спросите. Спросите врача, спросите специалиста. Заручитесь несколькими мнениями, прежде чем взять и это употребить. Никогда не бывает такого, чтобы человек, например, ел мало и при этом прибавлял массу тела, если он не болен каким-то другим заболеванием, которое ведет к неуклонному повышению массы тела. У меня как раз следующий вопрос был, да, который нам задают. Почему одни люди, счастливчики, едят сколько хотят и не набирают лишний вес, а другие толстеют то, что называется от яблочка или от воздуха, то, что в народе, как принято говорить, да, попробовать булочку или что-то сладкое. Это какое-то нарушение в организме или это некая генетическая предрасположенность? Здесь тоже очень много есть моментов разных. Это может быть генетическая предрасположенность, ее никто не отменял, да, но это может быть, да, еще какое-то заболевание, потому что ведь когда мы говорим про массу тела, мы говорим о цифре, которую мы видим на весах, да, по сути дела. Но эта цифра может не только с жировой тканью быть ассоциирована, она может быть связана с наличием жидкости в организме и заболевания, которые сопровождаются отеками, они дают прибавку на весах, понимаете? Поэтому если человек уверен, что он ест правильно, немного, сбалансировано, но при этом он продолжает прибавлять массу тела, это повод опять-таки обратиться к врачу, потому что так не бывает. если тех, кто прибавляет массу быстро или наоборот ест все и не прибавляет взять и посадить вот на ту самую жесткую диету, да, либо они начнут, они похудеют и тот и другой, похудеют. А здесь обратная ситуация, как бы один прибавляет, другой нет. При условии, что они питаются рационально, но один прибавляет, а другой нет, надо разбираться с причинами, почему прибавляет первый. Их может быть очень много. Понятно. Так, ну про ИМТ с вами мы проговорили. Скажите, пожалуйста, вот еще один вопрос. Что такое метаболически здоровое ожирение? Как вообще ожирение может быть здоровым? Метаболически здоровое ожирение, этот вот термин появился несколько лет назад, и он применим к людям, которые имеют избыточную массу тела, имеют ожирение, но при этом у них нет нарушения углеводного обмена, нет нарушения липидного обмена, то есть нет никаких метаболических нарушений в анализах крови. Надо понимать, что ожирение не возникает на раз. Это заболевание на протяжении всей жизни прогрессирует, если человек не борется с ним. Как правило, метаболически здоровое в кавычках ожирение это феномен характерный для молодых людей, которые прибавили массу тела, но еще не успели сломаться метаболически. Если они будут оставаться с ожирением, они обязательно перейдут в разряд тех, у кого эти метаболические нарушения появятся. Поэтому не бывает метаболически здорового ожирения постоянно. Это может быть какой-то временной отрезок жизни человека, не перешло в хронику. Пока еще жировая ткань не сделала свое черное дело, накопившись особенно в абдоминальной области, не стала выбрасывать биологически активные агенты, которые приведут к метаболическим расстройствам. Поэтому не нужно обольщаться. Метаболически здорового ожирения не существует. Понятно. Следующий вопрос тогда. Может ли лишний вес стать причиной инфекционных заболеваний или усугубить их? К чему вопрос? Посмотрите, мы говорили, что когда у нас была эпидемия ковида, что люди с лишним весом гораздо тяжелее переносили заболевание эпидемиологическое ковида. Что, например, сейчас у нас каждый год есть сезонное заболевание в виде гриппа, в виде всяких острых респираторных инфекций. Люди с излишним весом чаще ли заражаются, тяжелее ли болеют? Вообще влияет ли ожирение на подверженность человека болеть и заражаться инфекционными заболеваниями и тяжелее их переносить? И ожирение, и сахарный диабет, и то, и другое, безусловно, влияют на все это. Ожирение почему? Потому что вот этот массив жировой ткани с одной стороны является органом, который вырабатывает массу провоспалительных агентов. Вообще применительно к жировой ткани существует понятие неспецифическое воспаление жировой ткани. И вот эти клетки жировой ткани, адипоциты, увеличенные в размерах, вырабатывают очень много веществ, которые таким образом влияют на иммунную систему, что в результате иммунная система слабее отвечает на встречу с вирусным и инфекционным агентом. То же самое происходит и у пациентов с сахарным диабетом, который мы наблюдаем. Потом жировая ткань является еще и огромным резервуаром для вирусов. И коронавирусная инфекция это показала. Люди, которые имели большой массив жировой ткани, болели гораздо тяжелее, у них гораздо чаще развивался цитокиновый шторм, потому что именно в адипоцитах происходили определенные процессы, вот в этих измененных адипоцитах, которые заставляли жировую ткань выбрасывать интерлейкины, отвечающие за воспаление. Если человек с ожирением заболевает, каким-то инфекционным заболеванием, ему сложнее оказать медицинскую помощь, потому что реанимационные пособия, и доза антибактериальных препаратов, и так далее, и так далее, это все кардинально меняется в зависимости от массы тела человека. Поэтому и снижение иммунитета как такового, и большая тропность к инфекциям в принципе, и худшая возможность вылечиться, все это ассоциировано с ожирением, и безусловно, связь тут существует. Спасибо. Вы знаете, еще такой вопрос задают. Можно ли с помощью оздоровления собственного питания профилактировать заболевания щитовидной железы или надпочечников? Конечно, можно и нужно, и в отношении щитовидной железы. Мы всегда говорили о необходимости адекватного поступления йода в организм человека. 90% всех заболеваний щитовидной железы связаны с хроническим дефицитом йода в питании. Поэтому так важно и на государственном уровне, и индивидуально решать этот вопрос. Иодированная соль должна стать нормой в питании всех жителей нашей страны, которая относится к йододефицитным территориям. Нужно просто обычную соль заменить на иодированную у себя дома, употреблять ее, не увлекаться солью как таковой в плане ее количества. Но если употреблять, да? Если употреблять, то, да, конечно, надо отдавать предпочтение иодированной соли. Потому что зоб сначала диффузный, потом узловой, все это проявление хронического длительного дефицита йода, и систематическое потребление иодированной соли, это залог того, что это не произойдет. не нужно заниматься, впадать в крайности, не нужно ограничивать соль вообще, переходить на низкосолевую диету радикальную, потому что есть еще один орган эндокринной системы, это надпочечники. И надпочечники вырабатывают те гормоны, которые поддерживают уровень артериального давления в норме, и если в организме человека соли будет очень мало, натрия, то будет сложно удерживать уровень нормального артериального давления. Очень тонкая грань. Переешь соли, будет гипертония. Если совсем откажешься, будет гипотония. Поэтому питание должно быть физиологичным. Екатерина Анатольевна, вот вы сейчас все, что говорите, по сути дела, это если попытаться это как-то сформулировать, это такое рациональное, спокойное, осознанное отношение к тому, что у тебя в холодильнике, к тому, как ты живешь, то есть готовишь дома, что ты покупаешь в холодильник, и что ты кушаешь сам, и чем ты кормишь свою семью. Потому что с одной стороны, ну, мне кажется, что, знаете, только ленивый сейчас не с... пусть не так глубоко знает, да, то есть как... ну, с вами вообще не сравнится, вы ас-профессионал, да, то есть, ну, вот... но какие-то основные вещи все, мне кажется, большинство, вот так, скажем так, наших людей понимают. Но это зачастую очень сильно разница между реальностью, в которой живет человек. Что он себе покупает, как он кушает, как он строит рацион свой и своей семьи. Элементарно, да, то есть, это касается завтраков, казалось бы, да, все знают, что завтрак должен быть. Раз. Все знают, что промежуточный обед должен быть, да, и что от ужина лучше его разделить на пополам, или от врагу, как принято говорить. Но очень часто люди не завтракают, и в этом смысле, да, то есть, конечно, большое подспорье и помощь, прям вот такая большая от государства, то, что для детей ввели горячее бесплатное питание для начальных классов. Это дает гарантию, что даже если ребенок не покушал дома, он кушает в школе, и у него есть возможность спокойно находиться, да, в начальной школе, не так уставать, усваивать звания, да, то есть, да, да, и это раз. Ну, вот, например, от ужин, которого нужно отдать врагу, или, как вы к этому, вот, кстати, относитесь, потому что многие говорят, спокойно можно кушать на ночь, да, ну, пусть не объедаться, но кушать, чтобы засыпать. Некоторые диетологи, не буду я говорить, да, что, пожалуйста, вы в 12 часов ночи смело можете съесть два яйца, и утром вы проснетесь похудевшим, потому что организм будет переваривать этот белок, это яйцо, и за счет этого он похудеет. Вот как к этому относиться? Ну, вы понимаете, нужно относиться здраво, на самом деле. Чумана здравость. Естественно, человек ужинает, да, люди приходят домой, они ужинают. Ну, у некоторых этот ужин случается в 8 и в 10 часов вечера. Да, надо, чтобы между самим ужином и сном проходило, но не менее, чем 2, а лучше 3 часа. А яичко на ночь перед сном для выработки мелатонина или бананчик, который тоже способствует. Да, если вы ужинаете, да, то вы посмотрите, что у вас в тарелке, да, вы можете съесть яичко, но тогда не ешьте что-то другое, да, почему нет-то? Можете съесть, да, на ужин яйцо. Но вопрос здесь прямо перед сном. Перед сном не нужно ни яичко, ни даже стакан кефира, который тоже вот где-то сидит в головах у наших людей, что на ночь стакан кефира. А это санаторская наша история Советского Союза. Да, но, да, ведь все-таки не догма и медицина, и диетология в том числе не нужна. Два часа должно быть спокойно, да, после того, как выпал. Ужин должен быть, в общем-то, легкий, да. Не нужно наедаться на ночь, ужин должен быть легким, но он вполне может быть вкусным и удовлетворить человека, да. Просто опять-таки надо озаботиться тем, что ты съешь. Если ты съешь рыбу, если ты съешь овощи, да. Тот же омлет, ту же яичницу, пожалуйста, да. Да, конечно. Почему нет? Это сытный белок, но просто его нужно как гарнир положить рядом что-то из овощей. Конечно, конечно. Вот. Начать свою еду с овощей, да, для того, чтобы желудок отреагировал. заполнить его, да, и все, и ты будешь сыт. Ведь человек, когда он ощущает, вообще человек, когда ощущает голод, да, он будет, он будет есть. Когда человек ощущает желание просто съесть что-то вкусненькое, это не значит, что он голодный. Вот еще в чем разница. Если человек голодный, по-настоящему, он съест там какую-нибудь тушеную капусту, да, кабачки, все что угодно. вы знаете, я что думаю, я вот прошу прощения, я просто думаю, что, знаете, может быть, частично наша такая, ну, распущенность, что ли, в отношении еды, знаете, это такая область психологии. Конечно. Потому что мы так устаем от внешнего мира, от того, что мы настолько в нем задействованы, и нас это вычерпывает, что когда мы возвращаемся домой, продолжать еще думать в отношении того, что у тебя положить в тарелке, когда человек просто хочет есть, съесть вкусно, сытно, лечь и отдохнуть. Уже не потому, что человек распущен, а уже сил у него не хватает думать об этом. Понимаете? Вот что делать с этим? Просто еда, еда, это самое древнее удовольствие. Ну, конечно. Вообще, еда, это удовольствие. Да. И надо все-таки понимать, когда ты ждешь от еды удовольствие, а когда ты ждешь от еды насыщения. Вот еще в чем дело. Потому что, если ты реально голодный, ты будешь все-таки ждать от пищи насыщения. И тебе вкусным покажется любая еда, потому что ты голоден. Если ты хочешь расслабиться, получить удовольствие, то ты будешь есть то, что ты любишь. Кто-то сладкое, кто-то соленое, кто-то жирное, потому что ты от этого получаешь удовольствие. Ты будешь заедать все то, что там копилось весь день и вот сейчас реализовалось. Можно ли сказать, вывести такую простую формулу, что люди, вот то, что принято называть со здоровой психикой, то, что, ну, вот в народе железобетонной психикой, не подвержены расстройствам пищевого поведения, потому что у них их психика, их в равновесии. Человек не заедает. Вы знаете, я бы сказала, что они не подвержены длительным расстройствам пищевого поведения. Любой человек на каком-то этапе жизни сталкивался с расстройствами пищевого поведения, так или иначе. Все живые люди. Да. Все живут, да, испытывают стресс, волнение, и всегда каждый, вот проанализировав себя, может вспомнить, что да, я когда-то заел там что-то, какой-то стресс, или там, да, но у человека со здоровой психикой это не станет системой. А вот у человека, у которого уже произошли изменения на уровне пропеломиланокартиновой системы головного мозга, которая отвечает за сигналы голода и насыщения, когда это закрепилось на уровне уже головного мозга, вот у них эти нарушения пищевого поведения становятся системой. И здесь нам нужен и психолог, и в ряде случаев психиатр, и здесь, да, нужно вмешиваться именно медикаментозно для того, чтобы человека попытаться переориентировать и поставить на нормальные рельсы. Бариатрическая хирургия, мы о ней сегодня упомянули вскользь, но это тоже целый пласт помощи пациентам с ожирением, с морбидным, тяжелым, да, вот это вот направление, которое сейчас крайнее, уже, да, то есть, как я понимаю, медицина отошла от заглатывания нечто баллона, то есть, который, или одевание на желудок кольца уже есть... Существует, да, целый ряд хирургических вмешательств, эндоскопически это проводится. То есть, это уже неполосные операции? Это неполосные операции, они проводятся через проколы, да, в передней брюшной стенке, эти операции выполняются и в нашей клинике, каждому пациенту показан свой вид операции, все это обсуждается, но они... Ну, давайте, знаете как, вот прям сформулируем, что, знаете, это не вот тебе вот какая-то, да, то есть, операция, как может показаться, там три прокола, и ты стройный на всю жизнь. Безусловно. Это сложнейшие, да, высокотехнологические вещи, накладывающие на пациента огромное количество ограничений. Конечно. Это, по сути, операция отчаяния, это операции, которые выполняются тогда, когда все другие способы снизить массу тела и нормализовать метаболическое здоровье не сработали. Поэтому в официальных клинических рекомендациях прописано, что кандидатами на бариатрическую хирургию являются люди с индексом массы тела 40 и выше, это большой индекс массы тела, характеризует морбидное ожирение, либо те, у которых он чуть ниже, но есть множество множество осложнений. И вот тогда мы рекомендуем этот вид лечения, совершенно правильно вы говорите, понимая, что этот пациент будет наблюдаться всю жизнь, он столкнется не с одной операцией, он столкнется потом с целым этапом пластических операций, потому что при снижении массированной массы тела происходит масса других проблем, конечно. Он столкнется с тем, что ему придется пожизненно принимать комплексы поливитаминов, минералов и так далее, и так далее, потому что реконструкция желудочно-кишечного тракта приведет к нарушению их всасывания. Да, он похудеет, да, пищевое поведение будет меняться, да, сахарный диабет может войти в состояние стойкой ремиссии, если диабет был у этого человека с морбидным ожирением. Но целый пласт правил жизни после бариатрической операции будет в судьбе этого человека, но на протяжении всей его жизни. Вот это очень важно, то, что вы говорите, потому что крайне серьезный вопрос, к которому почему-то, да, то есть вот это легкое обсуждение, типа пойду и сделаю гастрошунтирование, да, то есть это вот обсуждается, как будто пойду и проколю уши себе, да, то есть и вставлю, буду ходить красивой в сережках, а это вообще не так. Это именно операция отчаяния, которая огромный пласт противопоказаний и показаний до конца жизни человека влечет за собой. Конечно, 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 конечно. Поэтому не нужно доводить себя до стадии отчаяния, нужно, как я уже сказала, беречь свое здоровье с молоду, да, и с молодых лет прививать и себе, а потом своим детям привычки здорового образа жизни, как бы банально это не звучало, это принципиально важно. И нужно научиться, культуре питания, культуре физической активности. Нужно вводить это в свою жизнь и сделать это естественным, комфортным, нормой. Конечно, конечно. Я, знаете, с вашего позволения хотела бы вернуться к вопросу про гормоны, потому что их тоже очень много. Потому что часто можно услышать фразы типа это не я, это мои гормоны. Да, во всем виноваты гормоны, там гормональный фон зашкаливает. Насколько эти фразы обоснованы и действительно ли эти продукты эндокринной системы рулят нами? У вас вообще девиз, между прочим, вашего эндокринологического центра гармония в гормонах. Конечно. Да, то есть поэтому у вас прям ваш вопрос. Безусловно. В определенных ситуациях гормоны управляют человеком, но человек может и должен управлять гормонами. Существуют заболевания эндокринной системы, когда по каким-то законам определенных гормонов становится либо много, избыточно, либо наоборот мало. Но это болезнь. Болезнь лечим мы, эндокринологи, и вылечиваем, что очень приятно. Если же человек здоров, если у человека нет заболевания эндокринной системы, то он вполне может управлять своими гормонами и не дать развиться тому же эндокринному заболеванию, ожирению, о котором мы так много сегодня говорим, не дать себе заболеть сахарным диабетом второго типа. Вот здесь человек, он хозяин своей судьбы, потому что если ты не хочешь заболеть где-то в возрасте 40-50 лет и дальше сахарным диабетом второго типа, значит, имей нормальную массу тела, не распускайся, в виде себя так, чтобы не заболеть сначала ожирением и потом не получить диабет. Вот ясная совершенно картина управления собственными гормонами в итоге. Да, очень наглядная. Екатерина Анатольевна, и знаете, у нас, к моему большому сожалению, время нашего эфира уже заканчивается, и я хотела бы вам задать крайний вопрос, который, может быть, подведет итог под вот все то, о чем мы говорили, но тем не менее, еще раз даст понять и сформулирует нашим зрителям, то есть, вот с чего начинать. Какие признаки должны насторожить пациента, чтобы он обратился к эндокринологу? Ну, коль скоро мы сегодня говорили про сахарный диабет, наверное, это очень важно сделать акцент на этом. Если человек испытывает немотивированную слабость, усталость, низкую переносимость физических нагрузок, привычных для себя, если он стал замечать, что его беспокоит жажда, ему все время хочется пить, если он стал чаще ходить в туалет, и мочеиспускание участилось, если человек отмечает сухость кожи, головные боли, да, вот все это должно его насторожить, и нужно обращаться к врачу. Иногда тот же сахарный диабет может манифестировать тем, что появляются какие-то гнойничковые высыпания на коже, потому что склонность к фрункулезу характерна для пациентов с сахарным диабетом, но чаще всего это сухость во рту, жажда и учащенное мочеиспускание. Существует множество эндокринных заболеваний, которые могут изменить внешность человека. И если человек немотивированно прибавляет массу тела, соблюдая принципы здорового питания, это тоже должно послужить поводом обратиться к эндокринологу. Если человек отметил, что вдруг его привычную обувь стала ему мала, кольца не надеваются на пальцы, укрупнился нос, уши, болит голова, и потеть он стал как-то сильнее обычного, а по ночам храпеть, значит, тоже надо обратиться к эндокринологу. Это признаки еще одного заболевания, акромегалии эндокринной системы. Человек, у которого повышено артериальное давление, особенно если этот человек достаточно молодого возраста, и если повышение артериального давления выраженное, кризовое, плохо реагирует на банальную терапию гипотензивную, надо тоже обратиться к эндокринологу, это может быть признаком гормонально активной опухоли надпочечника, которая вырабатывает гормоны, увеличивающие артериальное давление. Если человек вдруг ощущает какое-то невероятное желание поесть, чувство голода, хотя он вроде бы нормально питается, помутнение сознания от того, что он долго не ел, ему надо обратиться к эндокринологу, это может быть признаком гипогликемии и признаком опухоли поджелудочной железы, когда инсулин выбрасывается в большом количестве. А если вдруг есть признаки сонливости, вялости, какой-то отечности, ощущение того, что язык не умещается во рту, кожа сохнет, стала желтоватой, беспокоят запоры, надо идти к эндокринологу, потому что это может быть нарушение функции щитовидной железы в сторону ее снижения. Если наоборот, человек безудержно худеет, сердцебиение его беспокоит, кожа горячая, эмоциональная лоббильность выраженная, могут увеличиваться глаза в своем размере, тоже надо идти к эндокринологу, это могут быть признаки повышенной функции щитовидной железы, тиротоксикозы и так далее, и так далее. Много очень проявлений, которые... То есть, по-хорошему, человек, вот все, что вы описали, как только он себя начинает чувствовать плохо или изменяться, он должен идти к эндокринологу, потому что эндокринная система, то есть, это большое количество органов, и щитовидка, и мозг, и надпочечники, то есть, это система связанных между собой и, в принципе, управляющих организмом. Конечно. Человек, когда чувствует себя плохо, должен прийти к врачу. Пусть это будет терапевт, пусть это будет врач поликлинического звена, но врач-терапевт в поликлинике нужен для того, чтобы оценить ситуацию и правильно, как говорится, маршрутизировать пациента, потому что человек может поставить себе диагноз сам, сейчас люди это делать. Придите к терапевту, расскажите про свои жалобы. Я вас уверяю, терапевт сориентируется и кого нужно направят к эндокринологу. Обязательно. Но просто нужно дойти до врача. Екатерина Анатольевна, спасибо вам большое. Я благодарю вас за то, что вы уделили нам время и, соответственно, так подробно и предметно рассказали о том, кому, с чем, куда обращаться, и, соответственно, про те возможности, которые, в частности, есть в вашем центре. И я думаю, что это большое подспорье для людей, которые или уже, к сожалению, имеют заболевание, или сомневаются и думают о том, что они на пороге. Уважаемые друзья, мы заканчиваем наш эфир и встречу. И я благодарю еще раз вас за то, что вы с нами так подробно пообщались. И, конечно, на портале здоровоепитание.рф в наших разных разделах портала представлена вся информация очень широко, а также, безусловно, на сайте центра эндокринологического научного центра представлена вся информация и можно записаться на прием и на консультацию онлайн, поэтому, пожалуйста, все возможности есть. Будьте здоровы и, соответственно, будьте с нами, смотрите нас и задавайте ваши вопросы при необходимости. Всего доброго! иди за мной! Продолжение следует...